Если вы вдруг не в курсе, кто такой Рон Джереми, то обязательно его погуглите. Это такой, можно сказать, Дэнни Дэвитто от мира фильмов для взрослых. И вот сейчас ему предъявляется очень серьезное обвинение в разного рода насильственных действиях во время съемки. Но прикол в том, что ему грозит 250 лет тюрьмы. И да, проницательный зритель в этот момент скажет, ну да, в американской системе правосудия дают по 250 лет. То есть, по сути, там, 5 пожизненных, просто для того, чтобы человек не смог выйти по апелляции или там как-то за хорошее поведение, но чтобы он не вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Но я в этот момент, когда я прочитал эту новость, а прочитал я эту новость прямо перед тем, как пойти смотреть фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом, о котором мы сегодня, конечно же, будем все с вами вместе говорить, я в тот момент подумал, блин, а ведь в будущем эти наказания не будут казаться как что-то безумное. Ведь где-то там лет через 200 мы поборем рак или, например, какие-то более серьезные заболевания. Ну или, в конце концов, мы уже этим занимаемся, мы уже занимаемся трансплантацией органов, но появятся синтетические органы. И вот если у тебя заболели почки, это не проблема. Ну, мы их возьмем, просто отрежем, поставим новые синтетические, которые будут работать там с гарантией еще на 100 лет вперед. Например, у нас слабое сердце, в молодости у нас ослаблась сердечная мышца, и нам просто предоставят сердечное, ну, сердце, которое проживет еще, поможет нам прожить еще 150 лет. И я подумал, а если вот так вот человека в будущем, там, через 200 лет посадят, но ему будут обеспечивать весь этот жизненный цикл. Да, он, если он не оплатит эти органы, он может умереть, но государство как бы обяжется, что вот мы посадили его на 200 лет или там на 250, пусть сидит до конца. За счет государства мы будем ему предоставлять новые синтетические импланты, и он так вот, таким образом просидит. Вот сколько нам потребуется, столько и просидит. А потом, а потом мы из него эти органы изымим и заменим на какие-нибудь более дешевые аналоги, чтобы вот все, мы его выпустили, мы свою миссию выполнили, вот пусть дальше живет. Я все это сейчас сказал именно для того, чтобы донести до вас одну важную мысль. К сожалению, в последние, там, 15 лет у нас острая нехватка нормальной фантастики. И вот «Воспоминания» — это такой фильм, который, ну, я на него возлагал большие надежды, но я его умеренно ожидал, ведь это могло получиться как что-то совсем ужасное, ну, или как что-то великолепное, потому что за режиссуру этого фильма стоит Лиза Джой. И вам может показаться, а кто такая Лиза Джой, и почему мы вообще должны о ней знать? Ведь это ее первый фильм был дометражный. Да, но до этого она режиссировала «Мир Дикого Запада». Помимо этого, она работает в тандеме с таким человеком, как брат Кристофера Нолана, тот, который помогает Нолану писать сценарий. И некоторые сценарии пишут сам, либо пишут, передают Нолану, Нолан их дорабатывает. А Лиза Джой — его жена. И также брат Кристофера Нолана занимался сценарием для «Мира Дикого Запада». И первые два сезона я все еще всем подряд, каждый раз, рекомендую в обязательном порядке смотреть, потому что это одно из лучших фантастических произведений, которые вы можете найти сейчас на просторах сериального мира. Да, можно, ну, обозначим это так. И вот в период ожидания этого фильма во мне сошлись две страсти. Это, во-первых, любовь к научной фантастике, кое сейчас, ну, просто мало выходит. Я не беру в расчет, там, условные фильмы по комиксам, там мало фантастики. Там в основном все пытаются, ну, объяснить, что тем, «О, у меня есть вот эта абракадабра, она работает вот так вот. А почему? А, ну, там это, сила Тиссеракта. О, а там это, а это квантовый мир. О, а это я машину времени изобрел». Короче, я чуть-чуть попозже эту мысль на самом деле раскрою и объясню, почему вот именно такая фантастика, как фильм «Воспоминания» для меня куда как более приоритетна. Или, например, как «Дюна», которая выйдет в сентябре, для меня куда как более приоритетна, чем все, что в основной массе, в 80-ти, там, даже, наверное, в 90-о процентах, выходит сейчас на экраны. Это больше не фантастика, это в большей степени это сказки. И, кстати, привет, меня зовут Илья, и вы на моем канале. Такое небольшое вступление. Сейчас мы уже перейдем к самому фильму. Не забывай, если ты тут вдруг оказался впервые, то ты можешь спокойно подписаться на канал. А если ты уже, ну, не первый день здесь, то нажимай, естественно, не забывай, что ты можешь нажать колокольчик. Вот этим ребятам, которые сейчас появились прямо из блюра, большое спасибо за поддержку меня на Бусте, на Патреоне. Вы уже не первый месяц меня поддерживаете деньгой, так сказать. И я вам за это благодарен. Давайте теперь перейдем к самому фильму. Воспоминания стали образом жизни. Будущее не сулило ничего хорошего. Я, как и всегда, во время просмотра фильма делал пометки на телефоне, для того, чтобы уже потом к ним возвращаться. И не забыть какие-то вот маленькие детали, которые меня заинтересовали, или размышления, которые у меня появились во время просмотра фильма. Давайте я пойду по пунктам. Во-первых, нужно сказать, что... Ну, первая мысль, которую я хочу вообще сказать, и пример, который я в начале этого ролика привел, он нужен для того, чтобы до вас донести. Ну, вы, скорее всего, знаете, те, кто любит фантастику. Вы же должны понимать, что это просто хороший мысленный эксперимент. Эксперимент в нашей голове, ведь всегда фантастика вводит какие-то условности, или вводит какие-то условия жизни людей, которые полностью меняют социальный и политический фон внутри произведения. Также и эта фантастика. То есть, если мы смотрим на воспоминания, это желание авторов рассказать о нас как о людях, о нас как о разумных существах что-то новое, поместив нас в другие условия. Ведь в этих условиях мы сможем проявить себя. И эта картина очень, очень, буквально из кожи вон лезет, чтобы нам показать какую-то мысль, но, к сожалению, прикол заключается в том, что эта мысль либо слишком банальная, либо она просто плохо рассказана. Я подозреваю, что это связано с тем, что у Лизы Джо недостаточно опыта для того, чтобы упаковать свою историю в полнометражный фильм. Если вы вдруг видели «Мир дикого запада», там есть просто великолепные серии, которые составлены таким образом, что они нас томят. То есть, буквально 20 минут мы можем получать очень мало информации. Нас готовят, нас погружают в атмосферу. И вот такой вот постепенный разгон приводит к катарсису в конце серии. Но тут у автора всего буквально пару часов. Я не помню точно, сколько идет фильм, но где-то в районе двух часов. Очевидно, что Лизе Джо было очень тесно в этих рамках. То есть, представьте, как если бы она всю жизнь сделала часовые ролики для Ютуба, и тут ей сказали «Лиза, вот ти тикток, давай выпускаем ролики». Посмотрим, что же у тебя полкиш. Талантливый автор, у тебя же классные часовые ролики про то, как я не знаю, про историю серии «Ведьмака». Давай-ка сделай то же самое, только в формате тиктока. Видно, что у нее совсем не получается. Я ждал этот фильм, наверное, если вы попали на этот ролик, то вы тоже его ждали или вы уже его посмотрели, и вы все еще думаете, а стоит ли вообще идти на него в кино? Сразу вот на берегу скажу, на этот фильм не стоит идти в кино. Я редко такое говорю, я чаще всего хочу поддержать подобную фантастику, но я точно могу, вот конкретно в этом случае, на это не надо идти в кино. Постепенно, во время рассказа, без спойлеров, я вам объясню, почему именно на него не стоит идти в кино. Такой небольшой спойлер, просто не надо тратить деньги. Посмотреть его надо, я полагаю, что надо, но один раз. Больше никогда к нему не возвращаться, и через пять лет о нем не просто не вспомнят никак. Ну, то есть люди даже не будут отсылаться к нему, потому что он... много причин, каких я сейчас просто перейду. Как минимум, это не очень находчивое кино. Как максимум, ему нужно было восемь часов вместо двух часов. Вот если бы это был восьмичасовой, погружающий в себя и в свою атмосферу, и в свой лор. А в этом мире много лора. Вы видите прям буквально, как в фильме они постоянно отсылаются, например, к той войне. Если говорить о синопсисе этого фильма, то в целом затравочка неплохая и интересная. Да, я, наверное, скептически отношусь к тому, что люди верят в глобальное потепление. Я не то чтобы не верю в глобальное потепление, но я считаю, что масштабы его немножко преувеличены. Это произведение, как дитя современного мира, в котором люди все постоянно говорят, постоянно пугают нас тем, что вот скоро будет глобальное потепление. Мы сами приведем к тому, что мир разрушится. Эта проблема взята и гиперболизирована. Смотрите, если происходит глобальное потепление, часть мира подтапливается, то есть территориальная целостность каких-то стран нарушается, начинаются конфликты. Во-первых, начинаются экономические проблемы, из них выползают социальные проблемы. Далее могут начаться войны с переделом территориальной собственности. Ну, по сути, это может начаться просто глобальная всемирная война. И когда мы говорим всемирное, мы подразумеваем всемирное. То есть не просто в США что-то происходит, а весь мир может быть охвачен насилием в такой степени, пока блага не перераспределятся, люди не успокоятся. И про это в фильме на самом деле очень много разного рода, не просто рассказов в лоб, а люди вот вспоминают, я служил, там, 1400 закатов я встретил. То есть он говорит, сколько лет он провел на войне, в активной фазе военных действий. Ну и ты вот через такие моменты... Это на самом деле прикольно. С одной стороны, я думал, что нам расскажут побольше. С другой стороны, плюс заключается в том, что нам не дают слишком много деталей, нам дают простор для размышлений. То есть когда я слышу, что была какая-то война, я сразу себе представляю, а какой штат мог воевать с каким штатом? А что вообще могло произойти? А какие конфликты? То есть это просто дает тебе такой полет фантазии во время просмотра, и из-за этого даже не скучно некоторые моменты смотреть. Но я думал, что все равно в эти события так или иначе погрузятся, и вообще как-то это будет конфликтообразующим фактором, который приведет наших героев к действиям. У людей на руках не осталось ничего хорошего. То есть мир настолько сильно поменялся, что и он так плох, что воспоминания о том, как было хорошо буквально 15 лет назад, они настолько ценными стали, что профессия Хью Джекмана, человека, который погружает людей в осознанные сновидения, можно сказать, то есть в воспоминания, он их погружает в воспоминания, которые становятся буквально осязаемыми. Что это стало как неким наркотиком. То есть это на самом деле тоже такой тренд небольшой в том плане, что мы сейчас все любим ностальгию. Я сам подписан на целую кучу каналов, где люди там достают какие-нибудь вещи из старого времени. Такие, о, вот это PlayStation 1. Помните, как это было в детстве? О, и я, по сути, смотря такие видео, я испытываю приятное чувство ностальгии внутри себя. Но здесь людей можно погрузить в самые что ни на есть лучшие воспоминания в их жизни, которые им смогут... То есть там даже этот аппарат, на самом деле, даже позволяет дотронуться до вещей. Находясь в воспоминаниях, ты будешь ощущать прикосновения, запахи, вообще все-все-все, что у тебя мозг, грубо говоря, сохранил у себя в голове. К этой информации просто нету, в обычное время нету доступа. Такого обширного доступа. Аппараты, с помощью которых люди погружаются в сон, это на самом деле не аппараты для погружения в сон, ну и в память, да, это не сон, это все-таки память, но ты находишься в таком сне разума в этот момент. Это не просто аппараты, которые были придуманы, чтобы люди погружались в воспоминания. Это аппараты, которые были сделаны конкретно для допросов. У нас есть человек, которого нужно допросить, но он ничего нам не выдаст. Мы его погружаем в такое состояние, и дальше просто сканируем, договариваемся с его подсознанием, чтобы это подсознание показало воспоминания, и таким образом мы получаем прямые доказательства, что вот он виноват или он не виноват, или кто там что сказал. И вот чем на самом деле, то есть фильм сам по себе погружает тебя в уникальную атмосферу. Я вдруг, если вы вдруг не в курсе, то в маркетинге есть такая штука, и вообще в продаже чего-либо. Продать можно только две вещи. Это либо, ну, два образа людям можно продать. Это либо прошлое, либо будущее. Обратите внимание просто на товары. Вот когда вы идёте по магазину, и вы, например, видите, ну, я не знаю, вы заходите в магазин, где продаётся бытовая техника. Посмотрите, как выглядят чайники. Ну вот, электрочайники. Они делятся на двери. Они либо косят под старину, и такие статусные, дорогие, либо косят под хай-тек. Всякого рода обрамления футуристические. То есть нам, людям, важно продавать вот некие такие экстремумы. То есть либо будущее, либо прошлое. В этом же фильме нам продали одновременно и будущее, и прошлое. Фильм происходит в будущем. Нам точно не говорится, какой год. Возможно, говорится, но я не запомнил. Если быть конкретнее, то там, ну, допустим, это там через 40 лет вперёд, да, то есть это на 40 лет вперёд, там, 2060 год. Всё затопило. Это будущее, апокалиптичное. Но вся стилистика этого фильма, буквально каждая деталь, которую вы видите в этом фильме, говорит нам о том, что события как будто бы происходят в 50-х. И если поначалу просмотра, я подумал, ну, интересно такое стилистическое объединение. И вас в начале фильма может даже немного оттолкнуть, потому что главный герой буквально постоянно отсылается к неонуару. То есть вообще просто к нуарным фильмам, по сути, что делает этот фильм неонуаром. Я даже больше скажу, когда я увидел, как Хью Джекман в кадре держит пистолет, я подумал, ну, это вот прям уже настолько явное стилистическое подражание нуару, что вот смотрите, в современных фильмах, вот представим, что вот этот телефон у меня в руках, это пистолет. Сейчас, давайте вам покажу, сейчас в фильмах люди держат пистолет вот так вот, то есть реалистично. В то время, как Хью Джекман ходит вот так вот. Он всё время вот так вот. То есть он держит пистолет так, как будто бы на экране. Реально кино из 50-х. Это немного, с одной стороны, немного вводит в какое-то такое непонимание. Это такое, воу, что происходит? Ну, то есть он реально, я замерю, каждые три раза, там или четыре раза, что он держал пистолет, он всегда его держал так, как будто бы он буквально сбежал из первых частей Джеймса Бонда. Здравствуйте. И вот так вот просто держит пистолет, что тупо. Ну, то есть, ну, ладно, сейчас в кино так никто не держит. Это стилистическая такая, особенность этого фильма. Ничего против неё не имею. И я даже, знаете, даже при правильном таком сочетании мне это нравится. Например, если вы вспомните Светлячка, где очень сильно будущее, да, там на 300, на 400, на 1000 лет, может быть, вперёд, но люди ходят как ковбой. Или, например, вспомните, по какой-то причине многие не любят этот фильм, а это для меня один из моих любимых фантастических фильмов, который называется Петля времени, он же в оригинале называется Лупер. Там сочетание дикого, позднего, дикого запада и сочетание лёгкого будущего на 30 лет вперёд. То есть, да, какой-то там есть какие-то автомобили, есть какие-то там, я не знаю, сенсорные панели, но в то же время люди ходят с мушкетами, одежда сама по себе стилизована и подшита так, как будто бы на дворе поздний дикий запад, то есть, как в Red Dead Redemption, условно. Это прикольное сочетание, просто я вас пытаюсь натолкнуть на мысль, заметьте, что это самая такая вот лёгкая стратегия, это объединение будущего и прошлого, в то время, как нам можно продать только будущее и только прошлое. Это и в политике работает, если вы посмотрите, как люди говорят, вот, раньше-то было, я вас верну к тому, что было раньше, там, make что-нибудь great again, там, ну, понимаете, или наоборот, призыв посмотреть в будущее. То есть, это всё вот работает по этому принципу, просто было интересное замечание, которое я хотел вам передать. Идя дальше по заметкам, я вспомнил важный момент с детализацией, я уже сказал про общее стилистическое наполнение фильма, теперь я хочу сказать про важные моменты в детализации фильма, который очень сильно отличает конкретно вот научную фантастику от сказок, которые нам сейчас показывают под видом научной фантастики. Я вам говорил про аппарат, который считывает память у людей. То есть, люди ложатся в такую водяную колбу, на голову одевается такой сенсорный, грубо говоря, я даже не знаю, как нейросчитыватель, да, то есть, ну, специальный прибор для считывания мозговых сигналов, что, кстати, не так уж и далеко от истины, если вы вдруг следите за современной наукой, на самом деле, большое количество компаний, то есть, в современном мире стремятся к тому, чтобы получить возможность, получать информацию из мозга, не спрашивая человека о чем-то, то есть, чтобы мы могли считывать образы людей прямо из головы, то есть, я к тому, что в этой фантастики нет не так уж и много фантастики, то есть, давайте мы танем на 50 лет вперед, вполне возможно, можно считывать с головного мозга неинвазивно, то есть, не втыкая никакие иглы и не расспрашивая у людей напрямую, что же они думают, а все люди, как всегда, врут, и именно по этой причине мы никогда не получим правду, и каждый человек субъективен, а тут, взглянув на воспоминания, взглянув на какие-то мысленные образы, мы можем читать информацию. Короче, не такая уж это и фантастика, потому что, насколько же классно и детально проработан этот аппарат. Вот, смотрите, это такая платформа, большая, круглая платформа, где-то метров 5 в диаметре. Рядом лежит эта колба, куда погружают человека. Далее, эта платформа, она круглая, она открывается, и я в первый же раз, когда мы показали, как она открывается, я увидел, что там какие-то нити, и я подумал, что это что, это как бы выглядело, как будто бы это какая-то нуга тянулась, но потом я понял, что это нити, ведь туда проецируется трехмерная картинка, и как она проецируется, на каждую нить подается поток света, который останавливается в нужной части, создавая трехмерное изображение. То есть, вот настолько эта деталь, нам никак об этом даже не говорят. Вы просто видите это в кадре, логически, представляете, как бы это могло работать, а потом нам все это просто, ну, просто детальный, крупным планом нам показывают, это сразу, а вот это нити, на эти нити подается свет, и вот так вот мы получаем объемную крутую картинку. Опять же, этот нейроинтерфейс, я говорю, если вдруг вы не в курсе, я даже, кажется, постил у себя, это еще в телеграм-канале очень давно, про то, как уже сейчас считывают образы, визуальные образы с мозга. То есть, одевается аппарат, и если человек очень старательно подумает о чем-то, например, там в том эксперименте человеку показывали сцену из фильма со Стивом Мартином, и он должен был эту сцену, то есть ему говорят, вспоминайте, что было в сцене, и буквально мозг считал все вот эти параметры, то есть, двухмерную картинку со Стивом Мартином, ну, выглядит, как на самом деле научное чудо, и вообще, люди, кажется, не достигли такого прогресса, но нет, это прямо сейчас происходит, и как это будет через 50 лет, мы себе даже и представить не можем. Я даже недавно задумался о том, а ведь, ну, у нас нету телепатии, но при этом, опять же, лет через даже 30 мы наверняка сможем общаться, не произнося слов, то есть, просто передавая какую-то мысль одному человеку из одной головы другому человеку в голову, правда, все это будет происходить через сервера, да, условно, наша мысль уходит куда-то в облако, из этого облака сервера прилетает другому человеку, но все это происходит настолько мгновенно, что нам кажется, что это тупо беспроводная связь и, короче, блин, жалко я в этом будущем не буду жить. У меня ровно ноль претензий к тому, как детально проработан мир, то есть, если мы видим какой-то фантастический аппарат, то он настолько детален, что на самом деле это даже не будущее и может, ну, если поднатужиться, то уже совсем скоро будет работать, да, но в фильме не просто плохой экшен, это вот нельзя сказать, ну, там не очень экшен, нет, тут экшен такой, как будто бы я смотрю разборку в Маниле, я не шучу, серьезно, в разборке в Маниле экшен сопоставимый с фильмом, который стоил 68 миллионов долларов, где в главной роли Хью Джекман, где в режиссерах Лиза Джой, вы чего, почему так, почему вы не могли нанять человека, который бы вам поставил экшен, но если ты не умеешь снимать экшен, давайте, давайте вы наймете кого-нибудь, я не знаю, постановщика боев, это не просто, это не просто плохо, это в этот момент, экшен, экшен сцена происходит как, Хью Джекман едет в Новый Орлеан и приезжает к бандиту, главарю банды, которого зовут Святой Джо, это такой, ну, импозантный парень, который постоянно ходит с расстегнутой рубашкой, и он приходит к нему, дабы разузнать что-то, потому что мы, это все-таки, неонуар, он очень сильно находится в рамках стилистики, то есть у нас буквально постоянно главный герой за кадром рассуждает о чем-то, то есть он там говорит, я думал, и много-много всяких банальных высказываний, рассказывать там про любовь, про воспоминания, еще про что-то, это такой вот ходячий набор клише, ну, так принято в Нуаре, окей, так принято в Нуаре, я это принимаю, ну, почему такой экшен, как это, как вам вообще пришло в голову, вот это пустить на экран, это не просто, я в тот момент подумал, я чего, я куда, я на маске шоу пришел, ну, то есть я пришел на, меня режиссер пытается подколоть как-то, то есть режиссер меня, ну, стебет в этот момент, это излом четвертой стены, то есть режиссер мне говорит, ну, типа да, вот, вот такой экшен ты получишь, брат, вот это, брат, возьми, вот это экшен, который у нас есть, это ужасно, это просто, если вы видели этот фильм, и вы видели эту сцену в середине фильма, вы меня поймете, это, это невыносимо, смотреть на это просто больно было, экшен никакой, удивительно, что сам фильм стоил всего 68 миллионов, то есть выглядит он где-то миллионов так на 100, а может быть даже и на 120, я не знаю почему, но все более-менее нормально выглядящие фильмы сейчас стоят 100, а то и 120, а иногда заходишь, в иной раз заходишь, смотришь только 200 миллионов, да куда в этом их потратили, этот фильм стоил 68 миллионов долларов, и видно все деньги, то есть он выглядит дороже, чем он есть на самом деле, и я понимаю по какой причине, потому что Лизу Джой не просто так наняли, то есть ей сказали, ты еще не самый опытный режиссер именно для съемки фильмов, мы тебе дадим небольшой бюджет, то есть в небольшом бюджете авторам на самом деле позволяют больше, то есть когда тебе дают 50 миллионов в Голливуде или 30 миллионов, фактически студия говорит, да похеру, ну даже если он просвет эти деньги, ну отобьемся там, я не знаю, на DVD прокат, ну на Blu-ray прокате, на стриминговых сервис, как-нибудь да отобьемся, то есть там нету прям жесткого контроля, который бы душил автора, хотя иногда авторов нужно душить, иногда некоторым людям, таким как например Зак Снайдер, нужно сдерживающий фактор в виде ребят из студии, которые будут наседать над ним, и говорить, чувак, давай ты будешь как-то держать себя в руках, давай ты не будешь снимать дополнительные сцены, или давайте например твой фильм будет идти не 5 часов, а например 4, не думал о таком, ведь в кинотеатрах, ну людям как бы в туалет захочется, ну ладно, я на самом деле про то, что сам фильм воспоминания, я настоятельно рекомендую посмотреть дома, не ждать от него вообще ровным счетом ничего, если вы будете ждать от него что-то прям много, я не ждал, я ждал, что я надеялся, что он получится хорошим, но видите, получилось ну так себе, то есть он как будто бы пытается натолкнуть тебя на какую-то мысль, но сам не знает, что хотел сказать, то есть фильм, знаете, фильм заканчивается ничем, начиналось все с одного, а заканчивается совершенно другим, и когда заканчивается, ты такой, о чем не пытались-то сказать, а знаете почему еще самое обидное, ведь в процессе просмотра фильма, ты видишь, как некоторые сцены могли бы быть гениальными, никогда, вот там есть сцена, где главный герой, он же Хью Джекман, приходит в дом миллиардера, который умер, и все наследство этого миллиардера ушло жене, и вот там жена, значит, находится, ну я, это классная сцена, если вы вдруг не видели мир дикого запада, там есть очень хорошая серия, во втором сезоне, и это на самом деле буквально одно и то же, то есть то, что нам показали в мире дикого запада, и здесь, это буквально одно и то же, только вот я напомню, просто какая сцена в мире дикого запада, был Дэвос, это тоже миллиардер, которого пытались воскресить, которого пытались воскресить в лабораториях, и нам показывали всю эту сцену от лица Дэвоса, то есть нам показывали, как он просыпается, что он делает, и так несколько раз, с измененными условиями, и мы к концу серии понимали, что же вообще здесь происходит, для чего это нужно было, и как это работает, здесь же эта сцена похожа, где человека держат в неведении, его как бы держат в такой золотой клетке, и не пускают никуда во внешний мир, по определенным причинам, то есть я не буду сейчас брать ей спойлерить сюжет, но показывают нам эту сцену, со стороны главного героя, то есть со стороны Хью Джекмана, который идет, заходит в этот дом, и мы видим, что здесь что-то не так, и так как у автора, то есть у Лизы Джой, у нее не было возможности взять, и увеличить эту сцену на 20 минут, мы по итогу получаем то, что сцена рваная, она недостаточно, ну, она не дотянута, и там, опять же, Хью Джекман вот так держит пистолет, короче, там Хью Джекман приходит к ней, ему говорят, чувак, ты должен зайти в этой одежде, вот у тебя сценарий, по которому ты должен работать, и только после произнесения этого сценария, ты имеешь право с ней начать говорить, как с человеком, до этого она находится как бы в дымке воспоминаний, она тебя не видит, она не с тобой общается, он же заходит в Хью Джекман, разворачивает ее, иди сюда, ты, я сейчас тебе, это вы мне должны, я у вас, а вы меня, а я начинаю просто на нее орать, хотя по факту, ему ничего не стоило взять, пройтись по сценарию, а потом постепенно ее, то есть, эту сцену можно было бы обыграть иначе, то есть ее можно было, ну хорошо, не на 20 минут, но на 15, увеличьте ее на 15 минут, и как только вы ее увеличиваете на 15 минут, она выглядит логичным, потому что она находится, то есть там, если вы переживаете, в этом мире, если вы переживаете одно и то же воспоминание, вы начинаете терять связь между, вы начинаете терять понимание, где реальность, а где воспоминания, и вот этот момент, если вы перегорели, и вы застреваете где-то посередине, то есть для вас реальность кажется воспоминанием, воспоминания уже реальными, ну вы невменяемы, то есть вы как сумасшедший, и он ее, значит, оборачивает, начинает ей рассказывать, знаете, что происходит, он говорит, вы, вы были у меня, вы были у меня на этом, на сеансе, расскажите, она как бы должна была, то есть ее годами держат, ее годами держат в неведении, и она, будучи человеком, у которого поврежден мозг за счет воспоминаний, переключается за секунду, просто это происходит, вот так вот она, а да, короче, там такое дело, делай то, делай все, и вот это, то есть это выглядит нелепо, нитки белые, торчат у этого сюжета повсюду, именно по причине того, что я бы посмотрел такой сериал на 8 часов, и там было бы все логично, там было бы все, дело даже не в логике, а дело в том, что фильм заканчивается вообще так, как будто бы у нас были предпосылки, там, например, социалочка протаскивается, то есть там социалочка, люди бунтуют, весь фильм нам показывают, допустим, едут куда-то полицейские, или ей главный герой, таки, да, люди, конечно, уже, у людей есть претензии к богатым, богатые, вот люди, люди бунтуют, вот буквально всем все плохо, и знаете, что, фильм заканчивается тем, что люди бунтуют дальше, а их проблемы какие-то решили за счет, за счет ничего, то есть это бред, просто это бред, потому что видно, что в сценарии в изначальном было куда как больше всего заложено, но от этого пришлось избавляться, от этого пришлось постепенно удалять, срезать все ненужные, грубо говоря, сцены, но вам, вам, как, например, управляющему Warner Brothers, могло показаться бы, о, это ненужная сцена, зачем она здесь нужна, но она и является дополнением, она, она и нужна, эта сцена не просто так, она написана с определенной целью, это как, вот помните, если Лигу Справедливости смотрели, Зака Снайдера, там есть сцена достаточно длинная, она идет, по-моему, то ли 3, то ли 5 минут, где бы Супермен приходит, Супермен заходит в свой корабль, и начинает смотреть на свои костюмы, на там, играет музыка, казалось бы, сцена нахрен не нужная, ее вырезали не просто так, но Снайдер ее вернул, потому что она на самом деле добавляет атмосферы, она добавляет, там ни слова не сказано, он просто заходит и под музыку осматривает свой, он принимает решение в этот момент, ее важно было оставить, также и здесь, очевидно, что большое количество сцен просто вырезали, их не то, чтобы, ну, сняли и вырезали, а их вырезали на этапе согласования сценария, то есть они сидели такие, а вот эти вот 5 страничек уберите, а вот эти 3 странички тоже убирайте, они нам не нужны, зачем они вообще здесь нужны, не зачем, ну, что бухтеть-то, убираем, все, Лиза, ну, давай, ну, не ной, все ты, убирай все, убирай все 5 страниц, а она, естественно, как молодой автор, как ни крути, она, правда, все еще молодой автор, даже то, что она снимала изрядную часть мира дикого запада, это не дает ей право влетать в Warner Brothers и говорите, а все, на моих условиях работаем, я хочу эти 5 страниц снимать, и меня ничего не волнует, там много факторов, которые повлияли на это. Ранее я говорил, что сам фильм придерживается стилистики неонуара, то есть это, он очень сильно отсылается к классике тридцатых, сороковых, пятидесятых, именно из-за того, что он настолько сильно полагается на эту стилистику и погружается в эту стилистику, сам фильм ощущается устаревшим. И устаревшим, вот почему, многие сцены построены не просто клишированно, а это буквально какая-то глядя, клишированность в квадрате. Естественно, там была сцена, где нам показывают выстрел, лицо Хью Джекмана, и вы такие, ну, как бы, если мы вообще не видели кино в этой жизни, то мы подумаем, блин, в него попали. Но я в этот момент подумал, ну, вы серьезно хотите меня обмануть сценой из девяностых? Я без шуток, я когда вижу сцену выстрела, я всегда думаю, ну, блин, ну, это же, ну, это же так дешево. Это работало 30 лет назад, но не сейчас, это сейчас не будет работать вообще. После Игре Престолов это вообще не работает. Господи, остановитесь, делать сцены, где кто-то в кого-то стреляет, и нас как бы, как зрителя обманывают на вот эти там 3-4 секунды. Вот это вот лицо Хью Джекман. Это просто ужасно. Сцена с простынями. Знаете, эти знаменитые сцены, где много-много простыней висит, и люди начинают, они путаются, не могут это там, просто нити пролетают мимо них, они потеряются. Это не создает напряжение, перестаньте, мы не в 50-х, остановитесь. Там из красивых сцен, я вспоминаю, сцены с этим аппаратом для воспоминаний, там есть одна, да, там есть одна хорошая сцена, где он встречает свою возлюбленную внутри этого аппарата. Ну, это же просто, ну, чтобы вы поняли, там просто ниточки висят. Просто какие-то такие, знаете, как леска прозрачная, на которую подается свет. И в какой-то момент он настолько уже отчаялся, что он заходит и пытается с ней через эти ниточки поговорить, хотя ее там нету. Это одна визуально интересная сцена. Вторая визуально интересная сцена, это когда один из злодеев, скажем так, погружается в воду. Он рукой застревает в пианино, ну, они дерутся, он рукой застревает в пианино, и это пианино проваливается под воду. Ну, это же мир, где все затоплено. Они дерутся на, там, пятом этаже дома, а все этажи подтоплены, и доски перекладины, ну, доски, которые отвечают за пол, они уже сгнили. И вот они дерутся, он его, значит, зажимает в этом пианино злодея, после чего тот вместе с пианино погружается в воду. Классная сцена, с визуальной точки зрения, ну, правда, интересно сделано. Ну, это не окупает всего того клише, и всех тех клише, и всего того совершенно уже не нового, совершенно уже никак не... Я не понимаю, почему дебютная работа такого интересного, перспективного, по моему мнению, режиссера, увенчалась вот такой банальщиной. Очень плохой экшен. Просто да блевоты плохой экшен. По сравнению с ней, вот я на самом деле вижу, вот она молодой режиссер, у нее первый крупный фильм, да, там, 68 миллионов долларов. Вспомните, и я буду неоднократно вспоминать Илью Найшулера, который снял «Никто» за 15 миллионов, с изначальным бюджетом, который ему выделили, всего 5 миллионов долларов ему дали на фильм. То есть, в конечном итоге, они отсняли какое-то количество сцены, и, по всей видимости, студия дала им еще денег. Он на 15 миллионов снял такого экшена, который любая сцена, экшен-сцена в его фильме, обходит половину Голливуда. Я не шучу, я до сих пор смотрю и удивляюсь, как вообще такое можно было снять на 15 миллионов. Или вспомните этот апгрейд. Апгрейд, это же, ну, отличная версия Венома. Там вообще весь экшен просто на 10 из 10. Ты смотришь, это оторваться не можешь. Здесь же 68 миллионов долларов и сцена в баре в этом, в Новом Орлеане. Ты смотришь на сцену в Новом Орлеане, и ты не понимаешь, а как в режиссера пробрался Александр Невский? Почему его не застрелили на подступах? Почему? Вот мы же видим, он идет к съемочной площадке. Почему Warner Brothers не вызвали трех снайперов и не отстрелили ему голову, пока он шел за режиссерский пульт? Я не понимаю. Как это вообще возможно? Короче, давайте я подытожу, потому что я и так уже слишком долго во всем этом распорягаюсь. Сам фильм неплохой. Посмотреть дома? Скорее, у нас нет HBO Max, давайте так, посмотреть дома бесплатно. Я вам не то чтобы, я даю вам моральное право. Он не стоит того, чтобы вам нужно было бы идти в кинотеатр. Вообще, вот это один из немногих раз, когда вы идете в кинотеатр, чувствуете, что вас накормили говнецом. Но, если вы смотрите дома, не заплатив за него ни копейки, это будет прикольный опыт. Это будет, ну, неплохо. Хью Джекман классный, по-прежнему классный. Я не понимаю, как он в свои, там, 78 выглядит так. Господи, остановись, мужик. Мне бы надо было в Австралии родиться. Короче, Хью Джекман классный. Видно, что он уже такой сильно постаревший, и особенно в конце фильма вы это увидите. Но я надеюсь, у Лизы Джой будет второй шанс. И она исправится. Нельзя такой, такой дебют, это буквально абсурд в штаны. Это просто очень плохо. Всем спасибо. Не забывайте, что вы можете подписаться на канал и нажать колокольчик, если вы уже подписаны. Каждую среду и каждую субботу будут стримы, и мы на них всякое обсуждаем. И вот на стриме я, пожалуй, объясню, что бы я хотел сделать с Boosty, как я могу выпускать больше контента. Все, давайте пока. Увидимся на следующем фильме, увидимся в следующем ролике.